Всем привет! Сегодня мы в Бауске и расскажем вам немножко про этот замечательный город. И начнем мы с городской ратуши, строительство которой началось в 1616 году. В то время она была самой большой и самой роскошной во всем Герцогстве. Она восстановлена в 2012 году и является единственной реконструкцией ратуши 17 века Латвии. Внутри этого здания можно посмотреть бесплатные экспозиции. Давайте зайдем вовнутрь. Из-за того, что Бауске находится рядом с границей, сюда приезжали купцы, чтобы перезвешивать товары и платили за это налоги. Поэтому Табауске была достаточно богатым городом. Все весовые меры в разных странах отличались по весу, а назывались одинаково. А это оригинал весов 18 века, которые стояли на городской площади. После того, как нас измерили и взвесили, нам выдали сертификат, в котором измерение в фунтах и в пудах. А сейчас меня замерят на то, сколько я могу выпить. Ну вот мы и вышли. А теперь по дороге к замку посмотрим, что еще есть в этом прекрасном городе. На этой площади находится не только информационный центр, но также и ЗАГС. Дома сохранены в первоначальном виде и также в городе реставрируют дороги. Но не все дома оставлены нетронутыми. Также есть вот такая вот супер реставрация домов на этих маленьких красивых улочках Бауске. Быстрая река Мэмэлэ. Но она, наверное, не уступает Гауе. А также в Бауске очень много мостов, которые удивительной конструкцией. Перед нами начинается улица Рос. Все дома на этой улице украшены розами. И даже видно, что вот впереди есть туристы, которые тоже снимают ролик для Ютуба. Здесь даже есть приглашение во двор, чтобы посмотреть. И в этом дворе сделана такая мозаика с рыбными мотивами написано. Что это были такие за мотивы? Давайте посмотрим. Ну да, действительно видно много рыб сделано. С этой стороны тоже рыбы. И здесь есть вывеска о том, какие рыбы ловятся в Латвии. С другой стороны тоже есть вывеска. Я сразу не заметил, так что рыб намного больше. А вимба здесь не идет? А, только весной, да? Кот ждет уже еду. Городская колонка с чистейшей водой. Такие дома напоминают юген стиль. А на балконе растет береза. Множество закоулков между домами, которые выходят во двор. Но многие из этих домов, они заброшенные. А теперь немножко легенд об этом месте. Возле этого здания находится большой камень. Возле которого, по легенде, завтракали царь Петр I и король в Польше, Август II. Они боролись на руках на этом камне. А после завтрака оставили под этим камнем серебряные ложки. Ну, конечно, неизвестно, за такие времена могли уже эти ложки давным-давно откопать. А может быть, это просто легенда. Вот примерно так боролись царь Петр I и король Польши. Прямо как мы. Неудивительно, что в этих местах бывали такие известные люди. Потому что рядом находится Бауский замок. И рядом с замком идет вся та же река Мэмэлы. И здесь удивительное течение. Жители Бауски, у меня к вам обращение, чтобы вы написали в комментариях, что это за строение. И для чего вот эти вот из воды торчат такие штыри. Напишите в комментариях, пожалуйста. А, вообще-то они не из воды, они подвешены над водой. А пока мы идем к Баусскому замку, я хотел показать вам доломитовые породы, которые выступают из этих холмов, на котором-то, собственно, и находится Бауский замок. Ну, а если прийти дальше вниз по реке, то можно увидеть, что эти горы продолжаются. И что они даже намного выше, чем в этом месте, где мы только что были. Бауский замок отреставрировали наполовину, вторая часть осталась нетронутой. Раньше этот замок окружал ров с водой. Сейчас вода осталась частично. А вот он сблизи. Наверху написана дата постройки этого здания. 1596 год. А рядом находится часть пушки, которая охраняла этот замок. По пушку охраняет, да? Да, по пушку сейчас охраняет этот мальчик, сидит. Отсюда открываются такие виды. И еще один мост. А эта пушка целая, и ее не охраняет никто. Вот эта нетронутая часть замка, но видно также, что ее все-таки тоже латали. И не один раз. Бауский замок – единственный восстановленный замок эпохи возрождения стиля маньеризма. Состоит он из руин замка Ливонского ордена. А вот отверстие для защиты замка. Там находились пушки. А вот тут видно, как в замок попал когда-то снаряд. Или это время разрушило его так? Вот вид издалека обратной стороны этого замка. Вход в этот замок, но он не бесплатный, и время посещения ограничено. Ну, в одном из следующих видео мы обязательно побываем внутри. И также, конечно же, рядом с Баусской находится Рундальский замок. В нем мы тоже побываем. Также относительно этого замка тоже есть одна очень интересная легенда. Дело в том, что во времена, когда этим замком правил шведский король, он в этом замке закопал клад из очень большой суммы денег. Но его никто до сих пор не нашел. Даже мы пытались и не нашли. Что это значит? Это все как раз возле замка. Может быть, здесь он и закопан? По-моему, это какой-то квест. Да, согласен. Мы видим два здания. Одно отреставрированное, а второе нет. Даже отойдя от замка, можно наблюдать такие архитектурные постройки. В Баусске не только старинные здания. Есть также обычные пятиэтажки и вот такого рода дизайн. Гимназия Баусске. Вот в таком вот тоже отреставрированном здании. Также в Баусске, как и в других частях Латвии, стараются везде строить такие заправочные станции для электромобилей. Заправить можно с помощью приложения на телефоне. Скоро, возможно, везде будут электромобили. Да, дружище. Главное, чтобы нефть закончилась. Заходим на остров Кирбоксалу. Чтобы на него попасть, нужно пройти по этому мосту. Но этот мост съемный. И какое-то время года его убирают. Он проходит через реку Мэмэлэ. И как раз в этом месте река Муса встречается с рекой Мэмэлэ и переходит в реку Лелупэ, которая в древние времена называлась река А. Просто буква А. Легенда гласит, что название А происходит из-за того, что раньше с Бауского замка с высоты можно увидеть место, где реки встречаются. И они похожи на букву А как раз. Также известно, что в древние времена в этих местах были викинги. И они сражались с местным населением, которое назывались Зэмгалы. Викинги называли эти земли Симкало, а сами местные жители называли Семигалия. Семи – середина, а Галия – земля. Что получалось – середина земли. Что относительно реки, то по ней можно доплыть до самого моря. Здесь на окраине города еще один мост, который для пешеходов. И самое главное, что этот мост пешеходный, и он качается. Здесь, наверное, можно и упасть. Ну, а это вторая река Муса, которая тоже на окраине Бауски, и через нее проходит новый мост. Я помню еще старый. Здесь очень много таких вот проходов. Если вы не хотите спускаться резко вниз по ступенькам, тогда можно вот так вот идти обходными путями до самого низа. Ну, наверное, это для экономии сил. И на этом мосту мы как раз и закончим нашу прогулку вместе с человеком, который охранял пушку возле замка Бауски. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки и пока! Пока!